новости со стройки зашиваем пол снизу наняли людей то есть сами не стали это делать вот доски обработали огнебиозащитой красный типа самая мощная который ну конечно как огнезащита это все фигня но как это от жучков и тараканчиков то что надо вот утеплитель будут уже скоро укладывать вот все доски из дома лишь не достали все они-то делают это все-таки кайф ну конечно дороговато вышел но зато самому ничего делать не тут вот они зашивают такая красота получается это под утеплитель потом сюда утеплитель и все ножик для утеплителя есть проклеивать где швы тоже есть четко итак прошел день давайте покажу вам что же тут наделали строители меня кстати не было надо было по работе уехать рассказываю про утепление пола на низ дома мы шили вот такую зеленую пленку knauf она самая офигенная это ветра гидрозащита она реально крутая самый лучший который только есть на рынке что-то сделали строитель смотрим они значит забили степлером пленку это и сверху доски вот эти черновой пол сделали ну конечно не идеально тут натянули там он вообще доска одна оторвалась но это я им напишу сейчас скажу что справляли ведь и доска висит в воздухе он там короче за строителями глаз да глаз и у там что-то они там намудрили чуть такое смотрите как все вздулась чуть такое хочу когда был я а и делали правую сторону все идеально делали как только я уехал чё-то на хреновертили короче зеленую прибиваем на степлер снизу сверху доски чернового пола черновой пол пропитывали огнебиозащиты досочки были вот такие вот такие но я еще заказал то что они говорили муж не хватит вот маша не поэтому там как-то фигово набили то чтобы я лишь то не хватит так следующее пол у нас 200 утеплителя утеплитель 200 это два по 100 взял на пол два по 100 вот такие канал тепло у меня есть и полтинник вот полтинник он пойдет на стены сотка два слоя идет на ту вот они сверху все это дело укладывают вот так они уложили в два слоя я надеюсь то что они это делали в шахматном порядке все правильно давайте проверим вот шов по идее шов открываю там не должно быть следующего шва да слушайте молодцы шва нет а то есть они делали в разбежку чтобы шов на шов не попадал здесь меня в целом все устраивает в этой стороне но потом начались у них какие-то чудеса но вот здесь они не доделали муж кровать им помешало не знаю что-то не доделали внутри но здесь вообще просвет насквозь о куку там видно видно земля такого не должно быть это я сейчас видео запишу скажу здесь что-то какие-то куски напихали такие щели жесть и вот здесь щели таких щелей не должно быть по моему кучу вот именно где ванна вот тут они накосячили все остальное вроде нормально сделали вот и еще они не догадываются что надо еще пароизоляцию сверху положить буду их еще говорить что пару изоляцию положили сверху вот каналов норд 75 квадратных метров это с алюминием то есть тут и алюминий если не видите единственное вот не знаю алюминий внутрь или снаружи как вы класть наверное алюминий сюда ну на глаза чтобы глаза смотрели на алюминий потому что же ее задача тепло отражать а тепло будет из дома идти наружу значит алюминием на себя ну я так догадываюсь то есть его на степлер надо будет сделать так чтобы захлёст на захлёст на стены был сантиметров 10 чтобы потом склеить его с верхнем с верхней гидроизоляции то есть пара гидроизоляции вот ну надеюсь они все это сделают нормалек вот еще из минусов разбросали бутылки бутылки сочек с водой то я им привез ящик группе эти ребята они все разбрасывают и бумажки из-под конфет накидали но это вообще куда это куда это такое сейчас должна приехать доставка лерой мерлен привезут доску шипас 22 usb вот мы ее разгрузим сюда еще досочек заказал на черновой пол на всякий случай 15 штук 6 метровых тоже пускай будут пригодятся потом хотя они вроде как закончили все еще запишу видео видео строителям типа чё за фигня все нормально да стыки не совпадают но чё в ванной произошло вот это ванна будет здесь да уж я вообще красавчик я провалился под пол представляете блин теперь строитель надо как-то объяснять что они это заделали ну это вообще мой косяк прям стыдно не могу он там доски лежали какие-то криво вот так доска лежала я стал на нее на краешек а на хоп в бок и все я скачал с него вон это доска кстати все готово брага стоит батарею включил на средненькую кто знает в бочках же можно костры жечь вроде как или нет ты туда так уложили первый слой ну смысле как иди первый единственный слой пароизоляции потом сверху уже доски вуз не доски у избе фонарик повесили теперь тут посветлее будет вроде нормалек получается ну что ж ребятки прошло четыре дня и вы посмотрите весь пол готов правда пароизоляции не хватило обычной мы хотели на пол обычным прозор пароизоляцию такую все-таки не норд то есть алюминиевую хотели просто на стены то что нет смысла но ее не хватило так что у нас теперь в ванной будет вот такая канал который с фольгой пароизоляции вот она на но там что и не хватило просто рулона хотя хотя у нас дом получается пол 63 квадратных метра и и было 70 ну с учетом то что с нахлёстом квали не хватило вот то есть во всех комнатах пароизоляция пленочка обычная а еще многие могут сказать почему мы не делали обрешетку между полом и пароизоляции а потому что у нас снизу вот это синяя пленка которая диффузионная она и так но выпускает из себя пар то есть как бы она но и так все проветривает и закрывать пол мы не будем то есть у нас пол будет полностью проветриваем и холодные но внизу под полом то есть все вся влага будет выходить там промежуток нужен если вы пленкой затягиваете туда нужен промежуток вот и если но не будет никаких выветриваний вот а у нас там все должно выветриваться но это я так в интернете читал многие так делают ничего страшного говорят вот что тут еще ну отхожу я вешал там 110 килограмм не скреплю вообще все супер теперь будем своими силами утеплитель пихать в эти стены но кстати я читал где-то в интернете что нужно утеплитель за сутки распаковать то есть нужно его распаковать он лежал и тогда уже его впихивать в стенку вот ну вот строитель инструмент приеду заберут свой ну я доволен правда конечно дорого это вышло все самому делать намного дешевле работа дорогая но работа считайте умножайте на цену материалов то есть вот сколько утеплителя в пол войдет сколько досок я купил тут досок только на 40 тысяч вот так вот мне нравится такие пробки на даче когда каникулы это все в город в дождь поехали это мы сколько уже ехали от города на километр точно больше километра пробка и вот так она стоит дачные пробочки красная показывает коричневый а мы уже в нашем домике чё какая комната милан ты выиграла вот это твоя комната а кровать большую мы себе туда по тут большая кровать стоит видишь нет у нас не с фольгой кстати страну круто не прикольно смотрит дорого-богато а у нас субботние посиделочки опа грибочки мангальчик мясо скоро будет чтоб все так это кайфовали видео как пойдет мы тут девочка мы выходные купили бутылочку опироли сейчас будет разливка ну как это медленно происходит послушайте по типу и заняться сидеть затея пошла лучше там счета стоит куда запах типа обратный а его надо с чем-то пить да вообще всегда шампусик еще зальем туда минерал очки и будет вообще бомба он вообще это как 28 нет он 11 11 это ерунда да